Всем привет! Всех любителей моря, солнца, тепла! Приветствую на моем канале, посвященному жизни на Тенерифе. В этом видео мне бы хотелось рассказать о погоде зимой здесь на Тенерифе. Но я хочу сказать, что я буду вам рассказать о погоде здесь на севере Тенерифе, потому что я живу на севере острова. Поэтому я вам буду делиться погодой на севере Тенерифе. В предыдущем своем видео я рассказывала, где лучше отдыхать на Тенерифе. И также я сказала, что на юге Тенерифе немного теплее, чем на севере Тенерифе. Ну, конечно, это зачастую бывает так, но, например, сегодня у нас на коленаре 4 марта, я смотрю прогноз погоды и показывают Пунта-де-Ли-Дальга, то есть Север-Тенерифе, 19 градусов тепла, Лас-Америкас показывает 18 градусов тепла. Например, Порто-де-Ла-Крус показывает 20 градусов тепла и Санта-Крус также показывает 20 градусов тепла. Ну, значит, что я хочу сказать, что сегодня у нас на острове практически одинаковая погода везде, что на Север-Тенерифе, что на юге. Я вот только что вернулась в прогулки, хоть и по прогнозу погоды показывают 18 градусов тепла, но на улице такая же рища, вам просто не передать. Я ходила гулять в майке и юбке, и я просто вспотела. Просто за час я старалась искать какой-нибудь деревце, какой-нибудь тенек от дома. Таким образом я пережидала эту жару, потому что на солнце, ну, просто невыносимо. Не знаю, все 25, а может быть и больше. Как только где-то я старалась присесть на пару минут, отдохнуть, перевести дух, как говорится, и сразу же мне жарила в голову так, что я сразу убегала с этой жары, с этого солнца и искала тенечек. Также хочу сказать, что я прошла вдоль всей набережной. Что в бассейне, что вот на этих вот камнях диких, которые вот тут по всей береговой линии пункта Далли-Даллига находятся. То есть везде полно народу, который загорает и купается. Хотя у нас на градуснике 18 градусов всего лишь. Ну, повторяю еще раз, что на солнце это все, наверное, не знаю, 25 или 27. Просто, ну, просто очень жарко, как на сковородке. Хорошо, если же у нас, например, 18 градусов и это уже тучи, то, соответственно, это уже будут тучи. Соответственно, уже такой жары не будет. Поэтому вы не смотрите, что там какая-то температура 18-19 градусов. Если показывает солнце, знаете, в этот день будет жара. Просто будет жара. Хорошо, а давайте теперь вернемся все-таки о погоде зимой. Потому что у нас сейчас якобы начало весны. Но мы вот все-таки находимся в таком небольшом похолодании. Хочу сказать, что последнюю вот эту вот неделю февраля, вот практически уже две недели, мы находимся вот так вот в 18-19 градусов. Эти дни также шел дождь. Вот сегодня у нас 18 без дождя и жарища. Позавчера, грубо говоря, было 18 с дождем. Поэтому уже, соответственно, было холодно. Уже я одевала свитер и выходила на улицу на прогулку в свитере. Ну, давайте теперь пробежимся по месяцам. Хочу сказать, что я приехала на остров в середине декабря. Погода была прекраснейшая. Можно было загорать, купаться, что, естественно, я и делала. Вот, к Новому году немножко там похолодало. Январь опять был, встретил такой у нас. Вот в начале января было тоже очень тепло. В середине января похолодало. Даже выпал снег на Тейды. Тоже где-то было 18-17, дождь. Говорю еще раз, выпал снег на Тейды. Все были этому счастливы. Все побежали в горы, поехали, в пробках стояли. Все хотели посадить на снег. Ну, так как я только приехала из Беларуси, где уже в начале декабря был снег, поэтому для меня это уже было как бы, ну, не новостью и не радостью. Так сказать, снегом я уже насладилась, успела еще насладиться у себя дома в Бресте. Вот. Что же у нас было в середине января? В середине января было похолодание, я уже сказала. Так, конец. Конец января у нас потеплело, было так жарко. Конец января, то есть начало феврара, так потеплело, что я уже думала, ну, все, закончилась зима, снег выпал, потеплело, так как это острова, соответственно, весна ранняя, все, я в радостях. Зацвел миндаль, думаю, ну, все, если цветут деревья, значит, это уже весна, полная весна. Не тут-то было. В феврале нас накрыло опять, вот в середине февраля нас опять накрыло таким небольшим похолоданием. А, ну, была Калима, да, еще в середине февраля пришла к нам опять Калима. Вот это все время было нам в январе, по-моему, где-то в середине, и через месяц опять пришла. Вот после Калимы, ну, Калима, вот сколько я раз уже говорила, это песчаная буря, которые ветра такие вот дуют. Сахары, по-быстренькому рассказала. Соответственно, тоже не жарко в эти дни. Это такая вот туман витает в небе, мелкие песчаные частички, поэтому солнце не проходит 100%, поэтому, соответственно, тоже в эти дни не очень жарко. Хорошо. Ну, и, соответственно, не очень приятно гулять и дышать всей этой пылью. Ну, да ладно. И после этой Калимы пару дней было тепло, и вот что-то в конце февраля опять нас накрыло такой вот волной холода. Да, еще забыла сказать, что в начале февраля у нас опять было снова похолодание, выпал опять снова на Тейде, снова на Тейде выпал снег. Вот, потом как-то потеплело. Это похолодание где-то длится примерно, ну, неделю, как бы вот 17-18 градусов. То есть, ну, вообще на Тенерифе считается, что февраль – это самый холодный месяц. Так оно и получилось, что если в январе как-то вот было больше этих жарких дней, что я тоже там могла и купаться, и загорать, то уже в феврале было поменьше, значительно поменьше, потому что, я говорю, в середине февраля было похолодание, потом к нам пришла Калима, потом в конце февраля опять пришло похолодание. Вот у нас с начала марта, то есть, мы опять же по-прежнему с этими температурами 18-19 градусов. Еще раз хочу сказать про эту температуру, 18-19 градусов – это на побережье. Вот такая вот зима на побережье Тенерифа. Если, конечно же, ехать, подниматься в горы, ну, в горах у нас находится город Лагуна, еще различные там вот деревушки, Токаронты, вот у меня есть видео с Токаронты. То есть, если ты уже поднимаешься на 600 метров над уровнем моря, грубо говоря, все, климат меняется кардинально. То есть, если у нас в пункте 19, то там 16, ну, 17, может быть, если без дождя, солнечный день – 17 градусов. Ночь уже там очень холодно, там может быть и 13, и 12, и даже до нуля. Ну, это я про всю зиму рассказываю, то есть, разные температуры. Соответственно, если у нас в пункте 16, 17, то, соответственно, и в Лагуне, не знаю, 10, 12, ночью, говорю, до нуля. Можете потом посмотреть по карте, что Санта-Крус, столица острова, тоже находится в прибрежной зоне, и буквально находится в 10 минутах езды от Лагуны. Даже можно сказать, что это одно целое, потому что раньше Лагуна была столицей острова, а Санта-Крус был портом. Но сейчас эти два города настолько разрослись, что уже даже не видно никакой границы. Но вот повторяю еще раз, что в Санта-Крус, то есть, вы спускаетесь с Ла-Лагуны по дороге вниз, и уже там уже жара. Грубо говоря, вот 10 минут назад было холодно. Ну, как относительно холодно. Но даже если бывают на Лагуне дождливые дни, там 16-18 градусов, то в Санта-Крусе всегда 20-19. То есть, независимо от того, что потому что Ла-Лагуна находится в горах, а горы всегда задерживают тучи, облака. Ну, тучи, облака, вот так. И поэтому там всегда облачно или идут осадки. А в Санта-Крус очень часто бывают солнечные и ясные дни, и поэтому там всегда тепло. Поэтому, если вы будете видеть, что за окном солнце, соответственно, будет жара в этот день. Если вы видите за окном, что есть какие-то небольшие тучки или дождь, соответственно, этот день будет немного прохладным. Еще хочу рассказать про теплоту в доме. Вот у нас, например, на улице сегодня 18 градусов, а в доме холодильник. Ну, как холодильник? Ну, не жарко, скажем так, потому что в доме плитка, стены покрашены, нет обоев, опять же, ночью падает температура, за день дом не успевает прогреваться. Поэтому я бы сказала, что дома очень холодно. Ну, как холодно, так как я мерзляка, вот, например, я вот сейчас сижу в майке, уже к вечеру я одеваю носки, штаны, свитер, но это я, как я мерзлявка, я заложу под одеяло, и вот так я сижу своими вечерами на Тенерифе. Мой же муж, он тут местный житель, канарец, он всю зиму проходил в шортах и майке. Даже по вечерам, когда я там кутаюсь в одеяло, он максимум может одеть носки. То есть вот шорты, майка, максимум носки, ему никогда не холодно. Вот, и по народу тоже здесь, когда идешь вот гулять на прогулку, например, в прохладные дни, ну, опять же, здесь говорю, в горах намного прохладнее, поэтому люди многие приезжают, спускаются с гор сюда. Ты можешь увидеть людей и в сапогах, и в куртках теплых. Ну, даже сейчас я ходила на прогулку, как бы я не знала, что одевать. Думаю, ну, в 18 прохладно, думаю, замерзла. Ну, все равно одела шлепки, юбку и пошла. Я вспотела, говорю, ну, я встречала девочек, которые были в кроссовках, в штанах, кто-то в легких кофтах, поэтому, говорю, тут, конечно, по людям судить, какая погода за окном, невозможно. Только когда ты сам вот выходишь на улицу, по своим ощущениям, ты можешь понять, какая погода за окном, холодно или жарко. Поэтому, кто хочет приехать, например, на Тенерифе отдыхать зимой, ну, у кого отпуск зимой, нет возможности приехать летом, понятно, что здесь летом и весной, и тепло, круглый год, вот, но зимой все-таки более комфортные месяца для отдыха это декабрь. Вот я была позапрошлым году здесь в декабре, здесь практически целый месяц тепло, вот, январь такой, серединка наполовинку, вот, на февраль уже самый холодный месяц. Вдруг вам захочется когда-нибудь встретить Новый год на райском острове, поэтому и не бойтесь, здесь будет всегда тепло, вот, конец декабря, начало января, очень комфортная температура, можно приезжать, встречать Новый год, Рождество, и, так сказать, проводить зимние каникулы на острове Тенерифа. Еще хочу пробежаться по погоде в Порто-де-Ла-Крус, в прошлом видео я тоже советовала там остановиться, но сколько раз мы не приезжали, там тоже всегда тепло, сегодня по температуре, я смотрю, у них тоже тепло, 20 градусов даже, теплее, чем у нас, но Порто-де-Ла-Крус, минус в том, что там тоже горы, и часто меняется погода, то есть, вот, с гор сходят эти облака, и, соответственно, уже закрывает солнце, и уже не так жарко. Ну, повторяю еще раз, сколько раз мы туда не приезжали, то есть, вот, полдня, ну, вот, в прошлый раз мы приезжали, полдня светило солнце, потом набежали небольшие облака, но потом они, как бы, через какое-то время опять разбежались. А вот уже на юге Тенерифы мы были, ну, где-то с начала февраля мы были, даже попало так, что вот было потепление, было у них вообще 25 градусов жары, тут все 30 было, вот, сегодня, я смотрю, у них 17, нет, 18 точнее, то я даже не верю, что у них там 18 градусов, потому что, в прошлый раз, когда мы там были, у нас что-то было 20-21, а у них 25 рисовало, вот, и поэтому, когда мы туда приехали, ну, наверное, все 35 на солнце, ну, такая была жарень, просто невыносимо, поэтому, еще раз повторяю, кто, все-таки, за такой более, ну, не жаркий отдых, что ли, как бы, не скажу, что здесь, ну, холодно, нет, здесь очень комфортно, вот, пойти, позагорать, покупаться, то есть, ну, вечером, да, немножко прохладнее, вечером, немножко падает температура, вот, вечером, у нас уже 16 градусов, где-то приходится поддевать свитеровок, или, вот, ветровочку я одеваю, вот, гулять, поэтому, кто, вот, за стабильную такую вот жару, едьте, конечно же, на юг, там будет намного теплее, хотя, не знаю, почему, все нарисовала, в 18 градусов, может, на самом деле, похолодание там, вот, ну, а, кто, вот, вот, не очень любит жару, но и в то же время, не очень любит холод, то есть, может, вполне остановиться на севере, Донариф, потому что, здесь днем жара, ну, а вечером, вот, так будет, ну, 16-17 градусов, то есть, уже, где-то какой-то вечер можете, конечно, прогуляться и майки, и шуртах, но какой-то вечер придется и одевать уже ветровку, но, опять же, здесь на севере Донарифе больше, вот, дует ветра, поэтому, может, за этого еще, как бы, вот так, прохладнее здесь, Ну все, я побежала на послеобеденную прогулку, раз у нас пока тепло, буду пользоваться этим случаем, так сказать, кому было интересно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и впереди нас ждет много чего полезного, интересного, всем всего хорошего, до скорых встреч, пока-пока!